Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Иван Погорелов. Магнитогорск готов к выборам. В город поступили бюллетени. Сейчас листы для голосования пересчитывают и готовятся выдавать участковым избирательным комиссиям. Кроме того, в Магнитогорск из областного центра доставили и комплексы обработки избирательных бюллетеней. Каибы установят на 115 участках, остальные будут оснащены привычными уровнями. Напомним, что выборы в Государственную Думу седьмого созыва состоятся уже в это воскресенье. Кроме того, в Магнитогорске 18 сентября пройдут до выбора депутатов в местный парламент по одному из округов в Правобережном районе. В Магнитогорске на линию вышел новый трамвай. Это совместное производство Екатеринбургского научного производственного объединения и Магуртранса. Внешне он мало чем отличается от своих собратьев, а вот его техническая начинка позволит экономить транспортникам до 30% потребляемой энергии. 30% это начальные цифры, минимальные, пессимистичный прогноз. Поэтому, да, действительно, тяговый преобразователь экономит сейчас, который установлен, 26-30%, плюс системы освещения, отопления, наружного освещения, они тоже более экономичны. Собирали трамвай как конструктор. Магнитогорские вагонные тележки, тормозная и амортизационная системы. Из Екатеринбурга привезли корпус и остальные запчасти. Затраты магнитогорцев символичны, чуть больше 100 тысяч рублей. В случае удачного эксперимента и последующих инвестиций администрации ежегодно планируют приобретать около 10 таких вагонов. Около трех тысяч новых рабочих мест появится в Челябинской области до конца 2017 года. Кроме того, планируется реализовать 70 инвестиционных проектов на сумму 150 миллиардов рублей. Такие задачи поставил глава региона. Как отметил Борис Дубровский, сейчас перед областным правительством стоит цель привлечь инвестиции в реальный сектор экономики. Для этого областному парламенту предложат рассмотреть изменения в налоговом законодательстве в пользу стартовых инвесторов. По ступеням знаний в Магнитогорске открыли первый в городе памятник учителю. Пехметровую скульптуру воздвигли в спереди литературный возле главпочтанта. Автор композиции – московский скульптор Сергей Полегаев. Фонумент стал подарком для всех городских педагогов. Эта скульптурная композиция посвящена учителям. Учителям тех, кто был до нас, тех, кто работает сегодня и тех, кто будет после нас. Это собирательный образ. Теперь в этом сфере будут проходить все значимые мероприятия, связанные со сферой образования. Первая из них уже скоро, 5 октября, Магнитогорск, как и вся страна, отметит День учителя. Цена на свинину по итогам минувшей недели снизилась на 2%, а вот овощи стали дешевле в среднем на 20%. Таковы данные еженедельного отчета УФАС по Челябинской области о ценах на продукты. Стоимость говядины, молока и сливочного масла практически осталась неизменной. Чего не скажешь о мясе птицы. Цена на цыпленка бролера повысилась на 3%. Дороже стали и некоторые виды рыбы. Вновь подорожала горбуша, а также лосось и сельдь. Это были все новости на данную минуту. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня. День учителя.